Всем привет! Вот мы продолжаем нашу рубрику беседы с интересным человеком. И на этот раз у нас в гостях, вот попросим представиться. Митрофанов Александр. Можете рассказать немножко о себе? На данный момент я являюсь служителем Московской церкви Голгофа, церковь ИХБ. Являюсь преподавателем Московской богословской семинарии. Ну, скажем так, это основные мои виды деятельности и виды служения. Вы занимаетесь миссионерским служением каким-то? Вы сейчас находитесь в Латвии. Как Вы вообще, какими путями сюда? Ну, в Латвии я в первую очередь, наверное, еще и потому, что я здесь родился, в городе Велсполсе. Поэтому так или иначе моя жизнь отчасти связана с этой страной. Я здесь регулярно бываю. Ну, это не сказать миссионерство, скорее это просто посещение друзей, родственников. Ну и попутно, конечно, я стараюсь как-то быть полезным в тех церквах, где я оказываюсь. Ну, а можете вкратце рассказать вообще свое свидетельство, как Вы пришли к Бому? Ну, как я сказал, родился я в Прибалтике, в городе Велсполсе. И родился я в неверующей семье. То есть, мои родные, мои родственники, они никаким образом не были связаны с крестьянством. Даже, собственно, с православным. Небольшая связь с православием была, чисто культурно. То есть, я помню с детства, когда с бабушкой ходил на Пасху в православную церковь в Велсполсе. Но это, собственно, единственное, что меня как-то с христианством связывало. И вообще трудно сказать, что это связь какая-то с христианством. То есть, чисто связь с традицией, скорее. Соответственно, понятно, ни о Писании, ни о Христе, ни о вере. Конечно, со мной никто не говорил, просто потому что никто этого не знал. И когда я, собственно, уже подрос, то есть, это был уже не подростковый возраст, то есть, мне было лет 15-16, в этот период как-то я сам заинтересовался вопросами веры. Хотя это, собственно, был уже поздний Советский Союз. То есть, с одной стороны, вроде бы еще атеистический период, с другой стороны, какой-то интерес к религии уже где-то начал витать в воздухе. То есть, это был конец 80-х годов. И, собственно, я как-то начал интересоваться этим. Может быть, потому что вообще у меня такой немножко философский склад ума. И для меня, например, вопрос, зачем я живу на этом свете, он как бы нормальный. Мне действительно это интересно, меня это интересует и волнует. Это удивительно, что у вас не было никакого толчка. Вы просто сами взяли и захотели. Да. Ну, еще раз, во-первых, я вообще, я помню, я очень с раннего, достаточно раннего возраста я начал задаваться вопросом, кто я такой. Для меня это был нормальный вопрос. Я думал, ну, правда, у меня не было каких-то особых ответов на этот вопрос, да, но, по крайней мере, меня это волновало. И когда я подрос, как-то вот мои мысли, они естественным образом вырулили куда-то вот в религиозную сферу. На этом этапе, как бы, и была проблема, потому что с религией я никак не был связан, у меня не было знакомых религиозных людей, ну, их вообще тогда еще мало было, да, вот, у меня тем более не было людей, которым я мог как-то задать вот подобные вопросы и получить нормальный ответ. И поэтому я начал искать сам, и поскольку я был человек такой книжный, начитанный, да, то есть, как бы, я немного общался, но много читал. Как-то вот моя натура, она была к этому предрасположена всегда, хотя при этом учился плохо, что интересно. Мне просто неинтересно было учиться в школе, вот. Но, тем не менее, я много читал, и, как бы, я подумал, где найти хоть какие-нибудь ответы на подобные вопросы, я пошел в библиотеку. Там, значит, просматривал какие-то книги. И, кстати, вот походу, примерно в этот же период, вот, 15-16 лет, я... Вообще, я с подросткового возраста еще, даже практически с детского возраста, я занимался спортом, причем таким вот, ну, единоборством, как правило. То есть, я чуть-чуть занимался боксом, мне не понравилось, потом я довольно долгое время, наверное, лет 10 я занимался самбо борьбой. А вот как раз к этому периоду меня увлекло китайское уши. Ну, тем более, это было очень модно, популярно, вот, я этим заинтересовался. А все восточные единоборства, они неотъемлемым образом связаны, как минимум, с философией восточной. Ну, а философия, в свою очередь, с религией восточной. Вот это привело меня к буддизму. И первая религия, которая меня заинтересовала, был буддизм. Именно об этой религии я начал искать в библиотеке возможную информацию. Ее было очень немного. Конечно, это была там советская энциклопедия атеистическая, да, ну, и другая подобная литература. Что-то начинало тогда вот только-только появляться с такой вот нейтральной оценкой, да. То есть, что-то можно было найти при желании. И вот эти крохи я начал собирать. И вот в этот момент я понял, что вот мои ответы в религии, в вере, да, то есть, вот в этом сверхъестественном неком опыте, о котором религия рассказывает, вот именно религия, да, я пока тогда еще как бы не сильно понимал, да, что религии разные, у каждой свой опыт и так далее. Вот, но буддизм тогда увлек меня вот очень серьезно, и я начал все серьезнее и серьезнее им увлекаться. И уже потом, мне было уже где-то 17, 18 примерно, ну, по-моему, 17 лет, и я разговаривал со своим одноклассником, как раз вот я только заканчивал школу, а он тогда вот очень погрузился в православие, да. Ну, вот пошла вот эта вот увлеченность религии, да, то есть она вызывала у многих интерес. Вот он как раз пошел в православную церковь, и вот его это тоже увлекло, да. И вот мы, два увлеченных религиозных человека, начали общаться. Ну, соответственно, он мне говорит о Боге, а я как правоверный буддист говорю, да, Бога не существует на самом деле. В общем, тут каждый о своем начал. Но это было, по крайней мере, я бы даже сказал, это было первое свидетельство. Я его не воспринял, но вот потом уже я понял, что это было первое свидетельство, когда все-таки, как бы, у меня прозвучал вопрос, а может, все-таки он есть. То есть одно дело, как бы, ты считаешь там, да, то есть высказываешь свое мнение, а на самом деле что? Да, то есть мое мнение и то, что на самом деле, это не одно и то же. А потом как-то я начал таких людей встречать больше, 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 и вот помню, наверное, последний человек, который, собственно, мне засвидетельствовал, он не сказал ничего особенного. Он просто выслушал мое мнение и сказал, знаешь, Бог есть, его просто не может не быть. Это все, что он сказал. Я не знаю, можно ли это назвать свидетельством, но после этих слов почему-то я пришел домой, я встал на колени, ну, я просто знал, что Богу молятся на колени. Это единственное, что я знал. Я встал на колени и сказал, Бог, если ты есть, я должен это знать. Потому что если тебя нет, значит, я прав, значит, все нормально. Я просто иду тем путем, которым шел дальше. Но если ты есть, надо что-то поменять. И это был вот тот самый поворотный момент, когда вдруг я понял, в моей жизни что-то происходит, причем я даже не отдавал себе отчетов, что именно, что-то происходило, что-то меня меняло. Не кардинально, но где-то там внутри вот происходило нечто, и буквально, наверное, через неделю я ловлю себя на мысли. Я верующий в Бога человек. Вот я вдруг это осознал. Как это во мне произошло, как вот эта вера родилась, я не смогу описать до сих пор. Я просто констатирую факт. И вот после этого я уже познакомился со своим другом, с которым тогда подружился, и, собственно, вот так я попал в баптистскую церковь, потому что он был баптистом. Вот. И я пришел в церковь уже покаявшись. Это было удивительно. Я говорю, многие моменты я не могу объяснить даже до сих пор. То есть это то, что произошло. Но это нельзя объяснить. Вообще, логически умом нельзя понять, да, веру в Бога и так далее. Только сердцем почувствовать это. Вы проповедуете, проводите какие-то семинары. Возможно, вы получаете большое количество вопросов в свою сторону. Возможно, что-то о вере. Может быть, кто-то спрашивает так же, как и мы, ваше свидетельство. Вот что самое актуальное и часто задаваемые вопросы, какие вот вам поступают? Ну, чаще всего, наверное, либо как слышать Бога, либо как понимать Бога. Потому что, ну, читать Библию могут все. А вот как понимать, когда Бог тебе говорит, это немножко сложнее. То есть очень важно, когда ты читаешь Библию, чтобы не просто читать, а в каком-то состоянии, когда ты читаешь, да. Безусловно. А провокационные вопросы тоже бывают, ведь? Бывают, конечно. Но я их не помню. А вы стараетесь отвечать на эти вопросы или избегаете их? Все зависит от того, зачем человек задает вопрос. Вот, это точно. Потому что, действительно, бывают провокационные вопросы искренне. Они бывают, да, что человек, скажем так, он сам чувствует себя неуютно от собственного незнания или непонимания, оно в нем вызывает раздражение, это раздражение выплескивается, но изначальный мотив вполне нормальный, да, это просто некая эмоциональная реакция. Или он просто не уверен в своем вопросе. Ну да, или такое. Вот, на такие вопросы, конечно, я стараюсь ответить, независимо от формы, в которой они прозвучали. А бывают провокационные вопросы именно в качестве провокации. То есть, человеку неинтересно, что ты ему ответишь. Ему важен конфликт. И в этом конфликте ему важно показать, что он прав. Шантаж. Да, это шантаж чистой воды. И я таких вопросов просто стараюсь избегать. Конечно же, у нас есть такая просьба, чтобы вы что-то пожелали нашим зрителям, кто будет смотреть это видео. Ну и вообще, может быть, нам, может, у вас есть какие-то пожелания для нашего канала. И еще можете, может, поделиться, как вы вообще относитесь к служению через интернет? Вот то, что мы сейчас делаем. Ну, раз мы это все делаем вместе, я нормально абсолютно к этому отношусь. Погично. Знаете, я вот даже... Иногда мне приходится подобные вещи объяснять своим студентам. Ну, сам я не веду служение в интернете, да, но при этом я отношусь к этому абсолютно нормально, просто потому, что это один из элементов нашей эпохи. Странно было бы его не использовать, да. Вот. И вот объясняя свою позицию, вот иногда студентам или просто кого это интересует, я, например, привожу такой пример. Например, Павел всегда совершал свои путешествия из Антиохии сирийской на запад. Почему он никогда не шел на восток? Например, добраться до Вавилона ему было бы куда ближе, чем до Рима. Почему он никогда не шел на восток? Ну, в общем-то, один из, скорее всего, очевидных ответов заключается в том, что только на восток шли римские дороги. Павел не искал дополнительных сложностей. Он использовал абсолютно доступные средства коммуникации, которые были нормальны для его эпохи. Лишних проблем он себе не искал. Поэтому он все время естественным образом шел на запад, в сторону Рима. Ну, добрался ли он до Испании, куда собирался, мы не знаем, но это теоретически возможно, да. Вот. И он никогда не шел на восток, просто потому что это долго, трудно и куда менее эффективно. А создавать церковь надо сразу и как можно быстрее. Поэтому он пользовался римскими дорогами. Римские дороги – это средства коммуникации. Интернет – это современные средства коммуникации. Не надо искать лишних проблем. Наверное, мое пожелание будет таким. Понятно, мы все люди несовершенные, подвержены ошибкам, чего-то можем не понимать, что-то делать не так. То есть это, к сожалению, неотъемлемая часть нашей природы. Пожелание, наверное, будет таким. Пусть наша вера все-таки, несмотря на свое несовершенство, всегда будет абсолютно искренней от всего сердца. Мне кажется, это одно из важных условий для нашего духовного успеха. Потому что даже искренне заблуждаясь, всегда ты оставляешь для себя возможность исправления. Блестящий пример апостол Павел. Он заблуждался абсолютно искренне. Он шел абсолютно в противоположную от Бога сторону. И тем не менее, эта искренность позволила ему в определенный момент обрести Бога. Поэтому, друзья, будем искренними. Спасибо. Спасибо очень сильно и актуально. Спасибо большое вам за просмотр этого видео. И большое спасибо вам, Александр, за то, что вы ответили на наши вопросы. Поделились своими мыслями. Ну а если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на наш канал. Ну и все такое. А с вами были... Илюшина. Танюша. И наш уважаемый гость Александр. Пока-пока. Пока. Все? Все, да? Коротко, конечно.